Его именем при жизни был назван колхоз в Ивевском районе, за успешную работу в котором советское государство присвоило звание Героя Социалистического Труда. А первый свой орден Красной Звезды Владимир Баум получил осенью 1945-го. Для него война продолжалась и закончилась в Японии. Владимиру Александровичу Бауму в этом году 93. Возраст берет свое, но в памяти есть все. Судьба и жизнь этого человека достойны целого телесериала, да вот пока не нашли сценаристы. И лишь сын Валерий создал домашнюю настенную галерею, собрав по крупицам документы и фотографии своего легендарного отца. Немец по своим корням, родившийся в белорусской деревне Орле на Белосточине, юноша с началом войны попал в гитлеровский концлагерь. Дважды бежал. В 1945 году зачислен в Красную Армию. Участвовал в штурме Кёнигсберга, близ которого и был его ненавистный концлагерь. Потом была Япония и совсем другая, трудная, но счастливая послевоенная жизнь. Фашизм развязал войну на порабощение всех народов всей Европы. Но благодаря героизму советской армии, народов советской армии, фашизм был уничтожен. Мы живем в настоящем демократическом государстве. Все нации, граждане любой нации имеют одинаковые права в нашем государстве. Разрешите мне от имени моего поздравить наших ветеранов, которые боролись против фашизма и победили его. Я желаю им крепкого здоровья, благополучия семейного. И главное, чтобы они внимание обращали на нашу молодежь. Молодежь – это будущее нашей республики. Телеканал «Гродно плюс» готовит передачу, посвященную Владимиру Александровичу Бауму.